Казахстан Выгнали из Москвы хозяева квартир, потому что они не смогли заплатить квартплату. И вот они оказались здесь. На границе с Казахстаном в Оренбургской области России построен палаточный городок. В нем живут более 500 граждан Кырхызстана. Как видите, из Москвы Кырхызов выселили, а в Казахстан их не запустили. Кырхызы оказались в тяжелой ситуации. Люди живут в палатках, без бытовых условий, спят прямо на голой земле. Вот так промокают матрасы, вот так промокают все вещи. Вот здесь маленький ребенок лежит, ему полтора годика. А ведь Касым Жумар Тукаев многим обязан кырхызскому народу. В голодные 30-е годы прошлого века отец Касым Жумарта, Кемел, вместе со своим братом Касымом спасались именно у кырхызов в Бишкеке. Кто знает, как сложилась бы судьба. И вообще родился бы на свет сам Тукаев, если бы не кырхызы. Мы все люди, мы все должны друг другу помогать. Казахские власти, откройте, пожалуйста, границу. Сейчас от властей Казахстана требуется минимальная помощь или хотя бы содействие. Необходимо пропустить граждан Кырхызстана через границу и дать им возможность добраться до родины. А еще лучше, надо посадить всех людей на самолеты и прямым рейсом отправить в Бишкек. Так поступили бы люди. Неужели трудно оплатить пару самолетов до Бишкека? Ждем ответа от Тукаева. Вот одна из беременных, 6 месяцев, где-то, РКМ. РКМ, как ваше состояние? У нас здесь очень холодно, жить тяжело. Ночью вообще холодно будет, циррес здесь еще. Вот так на земле спите, да? Да, вот так мы спим. Сейчас очень холодно. Вот в таких условиях люди спят. И на улице идет дождь. Видите, вот на сырой земле вот так спят. Еще палатки здесь поставили, оказывается, оренбургские власти, оренбургский губернатор. И местные жители принесли пледы. Они пришли вообще без ничего. Пледы принесли. И палатки тоже протекают. Видите, слышно? Посмотрел я канал БАСЕ. Ролик про кыргызских гастарбайтеров, которые застряли на российско-казахстанской границе в Оренбургской области. Посоветовали мне это сделать мои подписчики и читатели. Так-то этот канал всегда обхожу стороной, потому что там такая откровенная идет стирка грязного белья, что, наверное, любой здравомыслящий гражданин понимает, что из себя представляет этот канал. Но этот интересный ролик оказался, конечно же, интересен по-своему, потому что, наконец-то, канал БАСЕ четко определил свою пророссийскую позицию. После просмотра этого ролика Айдоса Садыкова можно уже четко определить как агента ФСБ, как верного путинца, в общем, как россиянина в душе. Потому что этот ролик, он прям так откровенно-откровенно, он пророссийский. Он за Россию, за Россию матушку. Можно разобрать этот ролик прямо с самого начала. Ведущая девушка, видимо, кыргызская, но явно не бедствующая. Видно, что ухоженная, все у нее в порядке. Она хороший ведущий, хороший актер, хорошо отработала материал. Так вот, эта девушка заявляет, что всех этих кыргызов выселили из московских квартир, потому что они не платили. И вот российские власти предоставили им этот палаточный городок с протекающими крышами. Никакой обиды в сторону российских властей, никакой обиды в сторону москвичей в словах этой ведущей не прозвучало. Ну, действительно, весомая причина. Ну, не платят люди за квартиры. Ну, все, идут на все четыре стороны. Все, бомжи. Пусть добираются своим ходом до границы и делают там, что хотят. Разве это повод, чтобы обижаться на москвичей, на Путина, на Россию? Нет, конечно же. Пандемия когда-нибудь закончится, все равно бедным кыргызам придется возвращаться снова в Москву работать. Нельзя же портить отношения с будущим работодателем, действительно. А вот эти вот казахи, Казахстан, господин Токаев, который нехороший очень, не пропускает. Вот, оказывается, в чем главная причина их бедствий. Пропустить транзитом через свою территорию тысячи человек – это очень-очень дорогое удовольствие в условиях коронавируса. Обеспечить карантинные все мероприятия, защитные маски, перчатки, медперсонал, санитарные нормы, туалет, вода, еда и так далее и тому подобное. Я уже не говорю про бензин, про автобусы. Действительно дешевле вывезти всех самолетом. И, кстати, телеведущая сообщает нам, что Токаеву лучше бы прислать за этими гражданами Кыргызстана на территорию России чартерные авиасообщения. Чартерные самолеты имеется в виду. Вот тут уж действительно можно смеяться в полный голос. Не Кыргызстан должен прислать эти самолеты, не Путин, экономику которой поднимают эти гражданы, а почему-то Казахстан. Единственная вина Казахстана лишь в том, что мы оказались в транзитной территории. Вообще, в свете этого ролика я предлагаю ввести в Казахстане карту транзитного Кыргызстанца тогда. Давайте будем выдавать такие карточки гражданам Кыргызстана. Пусть они по 10-15% своей зарплаты с Москвой пересылают в бюджет Казахстана. И мы тогда будем гарантировать им все транзитные мероприятия в любых погодных, климатических или каких-то любых чрезвычайных ситуациях. Всегда подгоним им самолет, вертолет, поезд посадим, в автобус организуем, накормим в пути. Я думаю, это хороший сервис. Многие бы кыргызстанцы, наверное, согласились бы, наверное, после вот такого вот события. Чем торчать вот в мокрой палатке, уплатил все налоги в Казахстан и все, и добираешься домой без проблем потом. Еще из интересного, это то, что ведущая упрекнула лично Токаева в том, что он лично должен кыргызскому народу. Так как в Голодомор его родители, господин Атукаева, спаслись в горах Кыргызстана. Но тогда давайте будем уж честными. Гораздо больше казахов спаслись, перекочевав на территорию Китая. В те годы, я имею ввиду, в Голодомор. Я тогда не понимаю, почему канал Басета топит антикитайские темы. Мы ведь Китаю тогда обязаны пожизненно. Все поколения будущих казахов просто пожизненно обязаны китайскому руководству. Китай в свое время спас сотни тысяч жизней казахов, позволив им перекочевать со своим хозяйством, с детьми, со стариками на свою территорию. Казахи в то время только умели скот разводить в большую свою часть. Китайцы же не отбирали скот у казахских кочевников. Давали им возможность жить. Платили налоги только китайскому государству. Но при этом жизни же сохранялись казахов. Я считаю, что канал Басета тогда нужно прекратить критиковать китайские власти. Всячески стараться, наоборот, поддерживать строительство 55 новых китайских заводов в Казахстане. Ведь мы же так обязаны Китаю из-за тех событий, которые развернулись в 30-е годы 20 века в степях Казахстана из-за советской власти. Ну ладно, отбросим с сарказом и юмор. Скажем честно, Айдос Садыков это агент ФСБ. Просматривая вот этот ролик, четко становится это понятно. Если бы ему было плевать на политику России в Казахстане, он бы половину ролика посвятил о том, как этих бедных кыргызов прессуют в России. О том, что вот эти палатки, которые протекают, в которых жить невозможно, которые продуваются всеми ветрами, предоставили не власти Казахстана, а предоставили власти России. В этом своем ролике, именно в этом конкретном ролике Айдос Садыков, для меня лично, он признается в любви к Путину, преданности Путину. Он путинский мальчик. Обязательно внесу его в список «Миротворец Казахстан» на сайт свой. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч.